Приветствую вас! Вы знаете, есть золотое правило, которое гласит примерно так, что любовь это когда человек заинтересован в развитии другого, в личном росте и развитии другого. Вот что такое любовь. Любящий человек никогда не будет ограничивать и удерживать своего любимого, потому что этим он наносит ему вред. И я думаю, что вот чем больше, чем больше молодой человек вас удерживает, да, чем больше вы тянетесь к тому, от чего он пытается вас удержать. Ну это, на мой взгляд, это, это, ну очевидно, совершенно. Вот, на мой взгляд, это совершенно очевидно. Поэтому я думаю, что вам в этой ситуации нужно молодого человека образовать, потому что он как ограничивал вас, он так вас и будет ограничивать в дальнейшем дальше. Вот, только сильнее он как сдерживал ваше развитие, так он и будет его сдерживать и ничего здесь не изменится. Вот. Да, это трудное решение, да, это неприятное решение, но это так. Любимый человек, тем более в начале отношений, когда вы даже еще не пара, да, то есть вы не муж и жена, вот, он уже вас ограничивает. Дальше, 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 еще раз повторю, будет хуже в этом смысле, дальше будет еще больше ограничений, еще больше каких-то правил, еще больше будет требований и так далее. Вот. Вот, в принципе, то, что можно вам сказать. То есть тут вот такая история. То есть мужчина, заметьте, да, мужчина вам даже уже условия ставит, либо я, либо работа. То есть это шандаш. Шандаш – это стремление починить человека. Это означает, что ваш мужчина хочет вас контролировать. Почему, почему хочет, да, почему хочет контролировать. Потому что он не уверен в себе. Вот. Не будет, не будет человек, который уверен в себе контролировать другого. Ему это просто не нужно. А вашему мужчине нужно. Ну и нужно ему это. Не случайно. К сожалению. Вот и все. Вот и вся история. По факту. И добавить тут особо-то больше нечего. То есть вы либо прислушаетесь к этому, либо нет. Да. То есть либо, либо вы продолжите ему подчиняться. Вот. Либо вы не будете это делать. Вот. И будете все-таки больше защищать, ну, свои интересы, да. Все-таки будете больше защищать в этой ситуации себя, вот. Фейк какие-то желания, а не его. Вот. Ну а если нет, если нет, значит это ваш выбор. То есть тут как бы вас никто принуждать не будет. Вот. То есть если вы считаете, что это нормально, что человек вас пытается ограничивать, в чем-то, ну, это уже вам решать. Это уже вам смотреть. Это уже вам. Это ваша жизнь. Вот. Но мой опыт, он говорит о том, что люди, они не меняются. И ваш молодой человек не изменится тоже. Вот так. Я думаю, это то, что вам вот можно ответить. Я думаю, это то, что, ну, то, что вам нужно знать. Если вы хотите с ним дальше жить. Жить, двигаться с ним, идти куда-то. Вот. Вот и все. Смотрите. Вы пишите, да? Значит так. Сижу в четырех стенах, без работы, семьи, без денег, понемногу накрываю депрессией. И даже любовь к моему жениху подбадривает меня недостаточно. Ну то, что здесь сказать вам. Как бы советов, советы давать. Давать советы. Ну, мне кажется, очень неблагодарное дело давать советы. Потому что, чем больше дает советы, тем менее ты компетентен. Понятно, что нужно анализировать, почему вы согласились на такие условия для себя. То есть, почему вы приняли эти условия, условия для себя, неприемлемые условия для себя, абсолютно ужасные. Вот. И так далее. То есть, вот это, этот момент, нужно анализировать. Его нужно разобрать. Вот вы любите человека. Хорошо. Супер. Любите человека? Прекрасно. Замечательно. Что любите? Что любите? Зачем вы соглашаетесь на условия, которые вам, по идее, не подходят? Что за этим стоит? Страх? Страх, например, его потерять? Или что-то еще? Если да, то с вашей стороны это тоже не любовь. Знаете? Вот так. Вообще, вот, как бы, ограничение это начало контроля, начало подчинения. И ничего хорошего в отношениях, как правило, из этого не выходит. К сожалению. Вот. Как бы это было, как бы это было, было мне неприятно. Вот. Другое дело, что если вы уйдете и будете работать, предложив ему взаимодействие, а он, допустим, ну, например, не согласится, да, вот, это будет означать, что человек действительно вас не любит. Если согласится, если признает неправоту, если признает неприемлемость ограничений, а еще он, как европеец должен это знать, то что-то у вас может и получиться. В таком случае. Вот. Поэтому мне кажется, что здесь исключительно такая может быть история и никаких компромиссов. Вот. Конечно, исключение составляет то, что вы можете не хотеть работать. Вообще. То есть вы работаете только ради денег. Если вы хотите работать ради денег, то решите для себя, что вам важнее. Любовь, да, человек рядом или, собственно, деньги. Вот. Опять же, это не плохо, не хорошо. Ваш выбор, он такой, как он есть. Вот. Я считаю, что любой выбор имеет право на жизнь. Но, но, тем не менее, просто имейте в виду, что люди не меняются. Вот. То есть тут вот нужно с одной стороны смотреть, как вы пришли к этим отношениям, да. Именно как пришли к отношениям. С одной стороны. И с другой стороны нужно, чтобы у вас была четкая позиция, да. То есть если вы хотите работать, если человек вас не обеспечивает, то это эгоизм. Вот. Может ли на эгоизме строиться отношения? Могут ли, точнее, на эгоизме строиться отношения? Вот. Мне кажется, что нет. Если вы считаете, что могут, опять же, это исключительно ваше право, исключительно ваша позиция. Так считать. Вот. Вот это всё. Никто за вас не решит, ээээ, этой историей. Вот. Просто я, например, опираюсь, да, на, вот, свой опыт. Вот. Опыт у меня, опыт у меня, он, вот, именно такой. Вот. Именно, вот, такой опыт. Вот. Вот. Ну, а вы уже сами будете думать, как вам лучше поступать. То есть, молодой человек преследует свои интересы. Не ваши. Свои. И вам нужно это понять. Вам, ну, нет. Понятно. А вот то, что вы спрашиваете совета, это говорит скорее о том, что вы в себе не уверены. Ну, по крайней мере, недостаточно уверены в себе. Увы. Увы. Вот. Вот. И с уверенностью в себе тоже можно поработать. Уверены в себе тоже можно повысить. Главное понять, почему у вас её меньше, чем, например, должно быть. Вот. И всё. Так что, определитесь с тем, какие у вас интересы, определитесь с тем, с чего вы хотите. Вот. И, соответственно, исходя из этого, уже решайте вопрос. И помните, что, если вы будете такой, какой хочет видеть вас мужчина, больше он любить вас не будет. Сильнее любить он вас не будет. Потому что он полюбил вас именно другой. А теперь пытается удержать. Потому что боится. Вот так. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.